Привет! Я уже говорила вам, что мой муж классно готовит, правда редко. Но сегодня он покажет нам один рецепт, это будут драники со свининой в духовке. Сначала нам нужно натереть картофель на терке. Вообще-то для настоящих драников картофель всегда трется на мелкой терке, но нам больше нравится крупная. Это мое нелюбимое занятие, поэтому даже если я готовлю драники сама, то всегда прошу Женю натереть мне картофель. Половина картофеля готова, мы перекладываем его пока что в миску и натираем на терке вторую часть картофеля. Теперь берем репчатый лук и тоже натираем его на терке. Если вы терли картофель на крупной терке, то и лук тоже лучше сделать на крупной. Будет много слез, ну вы это и так поняли. Вот что у нас получилось. Теперь берем еще одно блюдо, ставим на него сито и перекладываем в сито картофель. Здесь важно брать именно сито с мелкими дырочками, а не дуршлаг. Это нужно для того, чтобы из картофеля ушла вся лишняя влага, но остался крахмал. Сейчас покажу, что делаем дальше. Картофель лежит у нас в сите, мы добавляем к нему натертый репчатый лук, весь. Затем солим, мы используем морскую соль и хорошенько все это дело перемешиваем. Прямо руками. И оставляем постоять примерно на 10 минут. Жидкость будет стекать, а картофель останется на дне тарелки. Пока картофель стоит, мы займемся мясом. Мы готовим драники со свининой, и поэтому они получаются очень сытные и заменяют и гарнир, и основное блюдо. Берем свинину и режем ее на небольшие кубики. Здесь мы используем грудинку, примерно 800 грамм. Но вы можете взять любое мясо, которое вам больше нравится. Главное, чтобы оно получилось мягким. Да, и очень важно, мясо предварительно нужно помыть и обязательно обсушить бумажным полотенцем, чтобы в нем не было и лишней влаги. Теперь снова берем репчатый лук и нарезаем его полукольцами. На терке тереть уже ничего не нужно. Уже прошло достаточно времени, и мы возвращаемся к картофелю. Сам картофель мы перекладываем в глубокое блюдо. Воду, которая из него стекла, выливаем, но оставляем крахмал, который осел на дне. Сейчас я вам все покажу. Вот этот картофельный сок мы сливаем. Он нам не нужен, его можно вылить. Посмотрите, на дне осел крахмал. Вот он нам точно пригодится. Его нужно переложить обратно к картофелю с помощью столовой ложки, потому что он уже достаточно твердый. Теперь берем яйца и муку. Разбиваем яйца к картофелю. Я взяла 2 штуки. Если яйца у вас очень мелкие, то лучше взять 3. И добавляем немного муки. На мой объем картофеля нам понадобилось 3 столовых ложки с горкой. Я не рекомендую добавлять много муки, потому что драники получатся невкусными и резиновыми. Все-таки лучше положить чуть-чуть муки, перемешать тесто. Если оно вам покажется жидким, то добавить еще. Берем столовую ложку и очень хорошо перемешиваем наше тесто для драников. Мешать нужно долго и тщательно, так чтобы получилась однородная масса. Все, теперь берем сковороду, разогреваем в ней много растительного масла и выкладываем наши драники с помощью столовой ложки. Очень важно хорошо разогреть сковороду с маслом. Масло должно прям шипеть. Посмотрите, как это выглядит у меня на видео. Жарим драники до красивой золотистой корочки. Это примерно пару минут. Затем переворачиваем и жарим с другой стороны тоже до золотистого цвета. При этом огонь должен быть средний. Нам важно получить красивую румяную корочку. Драники могут остаться внутри сырыми, но вы, пожалуйста, не пугайтесь, потому что мы будем доводить их до готовности в духовке. Жарим таким образом все драники и выкладываем их на тарелочку. После этого переходим к мясу. В то же самое масло мы высыпаем лук и нарезанную нашу свинину и обжариваем до румяной корочки. Примерно 10 минут. В самом конце солим и перемешиваем. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее сливочным маслом. Форма для запекания должна быть большая, чтобы все драники туда поместились. И желательно, чтобы она была с крышкой. Если крышки нет, можно использовать фольгу. На дно формы выкладываем нашу обжаренную с луком свининку. Сверху на свинину выкладываем драники. Драники должны поместиться все, поэтому кладем их внахлёст друг на друга. Примерно как это делает Женя на видео. Уже на этом этапе я готова была съесть все драники, даже не дожидаясь их приготовления в духовке. Запах просто невероятный. Вот так это все выглядит. Теперь нам нужно накрыть форму крышкой. Если у вас нет крышки так же, как у меня, то просто накрываем форму фольгой. И убираем в духовку, разогретую до 160 градусов. Готовим примерно 20 минут. И пока драники со свининой стоят в духовке, мы мелко нарежем зелень. Я взяла зеленый лук, но можно взять абсолютно любую свежую зелень. Достаем наши драники и открываем. Визуально, конечно, кажется, что ничего не поменялось, но вкус у них стал еще насыщеннее. И посыпаем прямо в форме свежей зеленью. Лучше, конечно, сразу подавать такие драники к столу, потому что только что приготовленные, они невероятно вкусные. И к таким драникам классно приготовить сметаны или сметано-чесночный соус. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok